Всем привет, друзья! С вами Алексей Костылев, это очередной выпуск с буткемпа нашего CSGO состава. В прошлом выпуске у нас был выходной, мы немножечко пофанились, приготовили с Эдвардом завтрак, почистили сиздом арбуз. А в этом выпуске мы поговорим с капитаном, узнаем, как прошла тренировочная неделя и покажем практические игры. И, по праву, это весело, чем дом был. Да я согласен. Вообще, мне кажется, не было бы прикольная идея, типа, чтобы был бы, допустим, чип для всех одинаковый, сделать турнир с щитами. Даня, привет! Ну что, уже прошло 7 дней, целая неделя подготовок. Скажи, удалось ли тебе внедрить те тактики вообще и ту философию, скажем, которую ты пропагандируешь? Ты уже нашел эти слабые стороны в команде, которые надо пофиксить, и пофиксил ли ты их уже? Мы обратили, ну, как бы, мы их нашли, и, в принципе, сами обратили на это внимание, покопались в них, и сейчас команде их пытаемся показать, для того, чтобы ребята, ну, как бы, поняли, что же было не так. Что из позитивного? Из позитивного, что, несмотря на все какие-то проблемы, скажем так, мы, команда и ребята понимают, что действительно они были, что действительно они есть, мы их находим. Мы очень, как бы, реакция игроков на это очень забавная, потому что они сами видят за собой вообще, сколько было бреда, которое происходило в игре. И мы сейчас стараемся это все пофиксить, вывести все на другой уровень, на каждой карте пытаемся придать какого-то общего, одно общее видение контроля и после чего, там, какого-то, не знаю, принятие какого-то решения. Ну что, друзья, очередной день буткемпа, как видите, с арбузиком все-таки Денис справился, так что вы больше не переживайте. Еще никто не видел, как я их езжу. Еще никто не видел, как Симпл режет арбузы, друзья. Ну, вообще, на самом-то деле, много всего. За все эти семь дней мы делаем максимальную работу, все, что от нас зависит. Много еще. Ну, то есть мы вот, если вот, скажем так, взять 100% того, чего нужно сделать. Мы сделали процентов 10. Просто из-за того, что нет времени. То есть я думаю, что там через 2-3 месяца можно будет увидеть уже другой результат, проделанную работу. Мало того, что мы что-то делаем, что-то у нас вроде как бы начинает получаться, но за счет того, что у нас нет тимплея, где-то мы поменялись с точками, у ребят новая игра, там, у Сани Симплаунтер, главный, да, там у нас снайпер. И вот эти все моменты, они в любом случае мы еще теряемся, не чувствуем друг друга. Но прогресс идет, мне очень нравится, как он идет, все нормально. Часто в комментариях у нас на канале, в блоге Зевса, в Инстаграме вы пишите, покажите нам праки, покажите нам полы, как Зевс управляет командой. Мы не можем этого показать по одной простой причине, потому что это секреты. Это корпорация Зевса. Это корпорация Зевса, корпорация Нави, когда мы, ну, мы не можем раскрывать секреты. Да, знаешь, как в этом доктор зло, когда он ходил, я просто, я начинаю, мы начинается раунд, я закупаюсь, первые 30 секунд я хожу сзади, так, тум, 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 тум. Сзади выходит потом Кейн, Михаил, иначе, вот, вот, видишь, холодно. Видите, уже надо заканчивать интервью, сейчас мы закончим интервью, я хотел сказать, что это все секреты, которые также могут в свободном доступе посмотреть другие команды, другие тренера, другие игроки, и это нам будет не на, это нам будет... Для нас это будет не на руку, не на ногу, никуда вообще. Ни на голову, ни на плечи. Да, они хорошо. Но, если мы выиграем, или хотелось бы сказать, когда мы выиграем, какой-нибудь хороший турнир, мы что-нибудь вам обязательно расскажем, вот, а пока записывайтесь на Зевс Кибирскому, надо времени пока не надо. Бомба оставилась там. Просто пробежал Молотов, как только Молотов прилетел, он сразу начал реагировать из-за того, что понимал, что он не обратил внимание. Да, и словил хороший тайминг из-за этого. Халява. Ну, халява, да они сколько тут взяли халявы? Халява, да. Ну что, доброе утро, Мэйн Авабер. Рассказываю, сколько времени ты тратил на тренировку, как твой индивидуальный скил растет, не растет, что вообще происходит? Как ты чувствуешь вообще форму за эту неделю? Мы набираемся вместе форму, индивидуальную также, то есть, я, например, сижу и играю до 4-5 утра, ложусь спать, спим где-то по 6 часов, тоже все вместе. В 6 хватает, чтобы выспаться? Да, да, всегда хватает. Все вместе спите? Просто надо 6 часов, чтобы раздуплиться, это минимум. А раздупляешься ты долго, когда мало спишь. И индивидуальную игру я подтянул, но надо еще постараться чуть-чуть. Давай вперед. Вот метр. Я пикну девку сначала, а он наслышит, будет пикать. Стой. Если вернуться к маппулу, я вижу, на столе лежит нюк, инферно, насколько я понимаю, вы эти карты готовили, правильно? Угу. Какие еще вы карты готовили? Ну, мы готовили все карты. И в Альфе еще нам скинули бета-версию нового DAS 2. Будем удивлять соперников. Сейчас мы докушаем и пойдем смотреть демоки. Дэн, я сформал об этом, окей? Я дал сколько окно. У меня не уйти. Два в окно, три в окно, четыре в окно. Живите, выживьте. Четыре окно сидели просто. Окно справа. Окно справа. Окно справа. Дал хаейм. Зиг взял, Саш. Я на стороне. Окно слева. Дал хаейм еще. Перемычка попал. Друзья, мы читаем абсолютно все комментарии под видео на нашем ютуб канале. Очень часто вы просите показать нас тренировочный процесс, практические игры, тим толки. Рассказать вообще, как ребята тренируются и показать какие-то секреты. Мы не можем этого сделать. Я уже вам объяснял это, когда мы разговаривали с Зевсом. В данный момент за моей спиной проходят первые практические игры этого дня. Я предлагаю вам просто тихонечко понаблюдать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи, были ли выявлены проблемы, ты говоришь? Первое, это дискоммуникация. Правильно? Потом. Второе. Это игроки неправильно играли на точках своих. Вот Саша мне рассказывал только что, что у него был с тобой маленький спор, когда он не видел спину, его могли убить. Ты ему доказывал это, но он не совсем это понимал. Ничего я ему не доказывал, молодой у нас еще парень. Что ему доказывать? Объясняем, показываем, рассказываем. Саня, в принципе, молодец. Он концентрируется на своей игре, это самое главное. Вот, потому что я сам вот по себе знаю, сколько у меня раньше было таких вещей, когда я искал ошибки у других. Да, то есть есть ошибки, их нужно просто нормально, не на эмоциях преподносить, объяснять игрокам, чтобы игроки понимали, так, да, действительно, здесь можно сыграть лучше. То есть здесь, конечно, за неделю что-то понимать, что-то увидеть, еще пока картинка не вырисовывается игровая. Но я надеюсь, что еще вот у нас вторая неделя, мы найдем в себе силы, потому что сила, если честно, потихонечку уходит. Уже вчера я с утра проснулся и чувствовал, что какая-то дурка. Уже знаешь, ну просто когда ты сидишь просто с утра до вечера за компом, у тебя только тактики, это ты уже, я уже боюсь, знаешь, прийти там домой, там, к родителям и начать просто с ними разговаривать на языке кейсера, какого-то геймера, там, ну че там это, мама там это, а гранатку там это, мы на инферно, а мы дома, ага, нормально. Ну тут какой-то такой бред, да, но иногда все это очень сильно перемешивается, но это седьмой день. Я знаю, что день там на 14-й в таком же режиме. Вот надо будет вам приехать посмотреть, что будет с нами. Все карты ли готовили или нет? Да, все карты, даже сейчас тренируемся и на других картах, которые еще не в CSGO, но должны войти. Еще одно. Последнее время наш Bootcamp превратился на музей капитал-шоу «Пулю чудес». Сюда часто приходят наши фэны, ребята, подписчики, подписчики Зевса, подписчики Симпла, подписчики Эдварда, приносят нам подарки, нам очень приятно, но вы отрываете нас от тренировочного процесса, поэтому с Зевсом мы придумали такую штуку, как встреча. Как встреча выпускников, только у нас встреча с фанатами. Да. Мы постараемся ее провести после турниров где-то на озере, где вы сможете принести нам подарки. Мы сможем туда притащить, надеюсь, барабан. Да, барабан. И будем ее выращать. А там уже будем мы постепенно как бы принимать. Бедла. Где? Хоть два бедла, парень. А то они сейчас к нам будут выходить. А то все. Зикай убивает. Убил Зикай. Два бедла должна быть. Ставлю на тебя. У нас выпрыгивает. У нас выпрыгивает. Да, блин. Красный вышел. Ай! Поехали. Забойте армию. Подвал что? Подвал убил. Не подойдет. Ладно, мы уже на этом ходим. Не, идем, 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 идем. Подвал не видел. Пассажир? Я занял бед. Помимо того, что игроки себя чувствуют как на настоящем чемпионате во время прака, в праке это специфическая такая штука, когда можно попробовать какие-то новые фишки. Новые гранаты, новые тактики. Но все равно их лучше не отвлекать. Что ты слышишь? Что ты слышишь? Библия, библия, библия. Хорошо. Вес библия. Готов. Найс. Кстати, благодаря Aviasales наша команда покупает билеты на турниры по самым-самым дешевым ценам. Что и я вам предлагаю делать, поэтому скачивайте приложение в App Store и в Google Маркете и летайте к нам на турнир. Дэн, только что смотрел праки и смотрю, ты реально набираешь форму. Я серьезно, ребят, я не буду скрывать. Три прака, три победы. Астралис. Астралис, Астралис. Расскажи, сколько времени тратишь на тренировки и вообще, как это у тебя удается? Мы играем много, типа, играем команды сейчас каждый день. Перед этим мы играем ДМ, час обсуждаем, час-полтора. И потом после тренировки мы еще играем АИМ-карту пистолетную, там где-то час, ППЛ, один-два. Ну, ты стараешься максимально много играть, насколько хватает часов без сна. Скажи, ну как вообще уже атмосфера? Ты уже вернулся? Как ты себя чухаешь? Не до конца, но я приближаюсь к этому. Надеюсь, что можно уже кормить максимально. Давай пятерочка. Вань, скажи, прошла ровно неделя. Какие твои ощущения? Как ты чувствуешь вообще настроек в команде? Потому что я только что видел три отличные игры. Я не буду раскрывать все карты. Ты нам расскажи, пожалуйста. Слушай, ну неделя интенсивная. Мы все на взводе в плане того, что мы много тренируемся, и напряжение постоянно очень высокое. И мы как бы эмоционально начинаем уставать. Но это обычный нормальный тренировочный процесс для любой профессиональной контактной команды. И мы в таком положении сейчас находимся. Ну, мне нравится. Ну, я вижу, все эмоционально очень проходит. Все время какие-то тактики, бомбы, все разъяснения. Ребята, вам надо это просто видеть. Здесь реально энергетика, она просто как у Саб-Зиро. Вы же знаете, я умею. Ну, знаете, я бы подубрал вот такой энергетики немного. Я бы подуспокоился и как бы шел бы более ровно. Да, потому что длинный путь еще впереди. Да, правильно, не нужно вот так вот. Понятно, что мы не успеем там подготовить свою идеальную, или скажем так, близкую к хорошей идеальной игре, к этим трем чемпионатам мы не успеем. Поэтому не нужно как бы нам, знаете, завышать важность того, что на самом деле происходит сейчас. за эту неделю, да, за это тренировочное время. Ну да, да, да. Я в коврах. Я ничего не делал, что это. Ваши ноги. Ваши ноги. Ваши ноги. Ваши ноги. Да, ваши. Ваши, и ты, ты, ты. Пожалуйста, пожалуйста. Я иду к вам. Я кто-то. Это я. Зик один. И Зик пикай. Еще Зик один, точно. Зик бежит, возьму два. Серьез, да, ты хайер. Убил одного. Еще Зик, еще Зик его. Давай, давай, давай. Да, стреляй, ты там внутри. Да, стреляй, ты там внутри. Где нет? Банжина, наверное. Веркни, сверкнись. Давай, давай. А, сверкнись. Ребят, я точно так же, как и все комьюнити, с нетерпением жду наших игр. Так что болейте, смотрите за КСом. И не забывайте подписываться на наш канал, на то смитры. Леха, спасибо, что заехал. Спасибо, что приняли нас. Было очень круто, но нам нужно тренироваться, впереди серьезные турниры, также онлайн матчи. Я думаю, что видос получился вообще крутой. Подписывайтесь на канал, ставьте много лайков, пишите комментарии, пишите, что вы хотите увидеть в дальнейших видосах. И мы для вас обязательно снимем крутой материал. Увидимся в Мальме, всем пока. Пほу. О, ребята. Ну давай. Субтитры сделал DimaTorzok